Всем привет, меня зовут Валера. Сегодня я расскажу вам историю, которую я обещал рассказать еще год назад. События, о которых пойдет речь, произошли в Австралии в 1996 году. Было найдено тело матери двух детей, и кажется, тому, кто ее убил, удалось совершить идеальное преступление. Чтобы его раскрыть, полиции пришлось прибегнуть к очень редкому методу, который никогда ранее не был использован в Австралии. Сегодняшнее видео будет посвящено Саманте Босфорд. А перед началом ролика я бы хотел рассказать вам об отличном предложении для тех, кто любит читать. Интернет-магазин «Читай город» проводит акцию «Белая полоса». Скидка 25% на все, только 3 часа в день. 22 января акция будет проходить с 3 до 6 утра по московскому времени. Специально для тех, кто живет в режиме совы или находится в другом часовом поясе. А прежде чем вы начнете собирать корзину, хочу обратить ваше внимание на два моих фаворита. Во-первых, 7 смертей Эвелины Хардкасл. Дебютный роман Стюарта Тёртона. Понравится тем из вас, кто любит головоломки. По сюжету, в самый разгар балла Маскарада происходит убийство. Умирает наследница семьи Хардкаслов Эвелина. Она будет умирать 8 дней подряд, пока загадка ее убийства не будет раскрыта. Найти убийцу должен главный герой. Но все не так просто, как может показаться. Ведь каждый день он будет проживать в новом теле. Вторая книга, которую я хотел бы порекомендовать, называется «Самолет без нее». В горах на франко-швейцарской границе по неизвестной причине терпит крушение самолет. Все пассажиры погибают. Вернее, почти все. Потому что единственной выжившей оказывается трехмесячная девочка. В этом аэробусе летело две семейные пары, у которых были трехмесячные дочери. Поэтому никто не знал, какая именно из этих малышек выжила. Это предстоит выяснить частному детективу. Если вы любите истории с неожиданными поворотами сюжета и детально проработанными персонажами, то обязательно обратите внимание на «Самолет без нее» и на ее автора Мишель Бюсси. Если книги нет в наличии, можно забронировать ее в розничном магазине. Если вам не интересны детективы, не беда. В «Читай городе» вы найдете книги на любой вкус, в том числе комиксы. А для настоящих фанатов есть даже раздел книг с автографами. В купленном экземпляре будет подпись ее автора или небольшое пожелание. Доставка книг действует по всей России. Свой заказ вы можете получить в ближайшем пункте выдачи или в магазине «Читай город». В интернет-магазине «Читай город» отличная система лояльности. За каждый заказ вы получаете бонусы на следующую покупку. Также бонусы можно получить за отзывы о продуктах. В магазине часто бывают выгодные предложения на книге. Поэтому советую также иногда заглядывать в раздел «Акции» на сайте. Если вы смотрите видео уже после окончания акции и не успели ей воспользоваться, ничего страшного. По промокоду CrimeTuber вы сможете приобрести книги со скидкой 20%. Этим промокодом вы можете воспользоваться в любое время суток до 28 января. Если вас заинтересовала эта акция, читайте описание. Там есть все ссылки. Штат Квинсленд на восточном побережье Австралии – это то место, которым люди, посетившие его, обычно восхищаются. Более половины Квинсленда лежит к северу от тропика Козерога или тропика Южного полушария. И первые европейцы, незнакомые с жизнью в таком климате, испытали много невзгод в своих первоначальных попытках колонизировать этот регион. Со временем климат, который когда-то был помехой, превратился в преимущество. В наши дни Квинсленд, известный также как Солнечный штат, очень любим туристами. Его достопримечательности включают в себя не только красивые пляжи и национальные парки, но и живописные острова и большой барьерный риф. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из семи природных чудес света по версии CNN. К сожалению, ужасные события происходят везде, даже в таких райских местах, как Винсленд и в частности Нуса. Нуса – это небольшой курортный городок на побережье, в 135 километрах от столицы штата Брисбена. Я уже рассказывал вам историю Шан Кинге, которая произошла в Нусе в 1987 году и потрясла всю Австралию. Сегодня мы снова будем говорить о Нусе и событиях, которые произошли спустя 9 лет после убийства Шан. Нуса, Австралия, 1996 год Ужасная находка была совершена 31 августа, в последний день австралийской зимы. Примерно в 8-8.30 утра семейная пара, которая приехала в Нусу на отдых, решила прогуляться по национальному парку. Они еще не успели отойти далеко от парковки, как наткнулись на тело женщины. Оно находилось в кустах и было скрыто от глаз любопытных прохожих, коих здесь было немало. Ведь это место находилось всего в паре сотен метров от одного из самых популярных пляжей. Женщина была одета в красные брюки и черную кофту и лежала лицом вниз. Эти люди вызвали полицию и вскоре территорию оцепили, и на месте начали работать криминалисты. На вид погибшей было 25-30 лет, у нее были темные волосы длиной до плеч. Было очевидно, что женщина находилась в этих кустах не более нескольких часов. Это было совсем свежее преступление, точнее убийство. Позже субмедэксперт определил, что смерть наступила примерно в 6-7 часов вечера предыдущего дня. На лице женщины были синяки, по-видимому ее избили, а на шее полицейские нашли следы удушения. Учитывая, что Нуса – одно из самых популярных мест в Австралии среди туристов, полиции предстояло определить, была ли погибшей женщина местной, или же она приехала сюда отдыхать. Могли ли на нее напасть в центре города, а затем привезти сюда? Или убийство произошло на пляже? Может быть, она пошла в ночной клуб и познакомилась с убийцей там? А может, она погибла недалеко от своего дома? Первой версией полиции был именно ночной клуб, поскольку женщина была одета нарядно. Эксперты начали собирать улики на месте обнаружения тела. Во-первых, они надели на кисти рук погибшей специальные пакеты, чтобы не потерять материал, который мог находиться под ногтями и на ладонях. Во-вторых, при помощи клейкой ленты они собрали с одежды женщины разные мелкие частички, волоски и волокна, которые впоследствии могли помочь связать кого-то с этим преступлением. На месте обнаружения тела были также найдены следы обуви, ведущие как к телу, так и от него. Их залили специальным составом, чтобы получить слепки. Сделать это было непросто, так как в составе почвы преобладал песок, но необходимы. Также эксперты взяли образцы самой почвы и разных растений, произраставших в этой местности. Когда у полиции появятся подозреваемые, эти образцы могут помочь доказать, что они присутствовали на месте преступления. Как вы знаете по делам Джейн и Джонов Доу, в таких случаях очень важно, как можно скорее идентифицировать жертву. Статистика за 2017-й показывает, что на уровне всего мира только одно из пяти убийств было совершено супругом или другим членом семьи жертвы. Однако женщины составляют подавляющее большинство этих смертей. 64% женщин были убиты своими спутниками жизни или другими членами семьи, против 36% в случае мужчин. Если убрать из этой статистики членов семьи и оставить только спутников жизни, то получается 82% в случае, если жертва женщина, и всего 18% если мужчина. Таким образом, чтобы найти убийцу, очень часто достаточно внимательно взглянуть на жизнь жертвы. На месте не было обнаружено никаких документов, но были некоторые черты, которые могли значительно ускорить опознание. Во-первых, в ушах женщины было очень много сережек. Пять колец в одном ухе и еще четыре в другом. Во-вторых, на теле было несколько татуировок. Купидон, Сатурн и звезды, Роза, слова мама и папа. Но особенно полицейских заинтересовали два рисунка, изображающие птиц, в клюве которых было что-то вроде свитков с именами Майкл и Кори. Очевидно, эти имена играли значительную роль в ее жизни. Полицейские передали в СМИ информацию о найденной женщине, а также фотографии ее татуировок и необычного серебряного кольца с буквы «С» на ее пальце. Жители попросили позвонить в полицию НУСы или по номеру Crime Stoppers, если они обладают даже самой незначительной, на первый взгляд, информацией. Crime Stoppers – это общественная организация, в которой можно передать информацию о преступлениях на условиях анонимности. Новость об убийстве распространилась очень быстро. Не прошло и суток, как погибшая женщина была опознана. Причем узнали ее в городе Гимпи, в 65 километрах к северу от НУСы. В Гимпи жила семейная пара – Малкольм и Линн Холл. Каждую пятницу по вечерам они говорили со своей дочерью Самантой Босфорд по телефону. Это был своеобразный семейный ритуал, который повторялся на протяжении уже не одного года. Поэтому, когда в пятницу 30 августа Саманта почему-то не ответила на звонок родителей, они сразу же заподозрили неладное. Саманта, или Сэм, как ее часто называли друзья, была очень близка со своими родителями. У них не всегда получалось часто встречаться, хоть они и жили в одном городе, но каждый из них очень ждал еженедельного пятничного разговора. Ей было 29 лет, и она работала в местном баре и отеле, в котором этот бар находился, чтобы обеспечить всем необходимым двоих сыновей 5-7 лет. По словам людей, которые знали Саманту, она была очень добра к другим людям, умела дружить и всегда старалась протянуть руку помощи, если кто-то в ней нуждался. Также она часто помогала местной благотворительной организации. Сначала родители пытались успокоить друг друга, говоря, что, наверное, Саманта просто не услышала звонка или провела вечер с друзьями вне дома. Она перезвонит. Но их дочь так и не перезвонила. На следующий день, в субботу, когда было обнаружено тело женщины в национальном парке Нуса, Малкольм Холл разговаривал по телефону с другом и поделился с ним своими переживаниями насчет дочери. Друг попросил родителей не беспокоиться и сказал, что обязательно свяжется с Холлами, если увидит Саманту в городе. Чуть позже, после того, как информация об обнаружении тела появилась в газетах, в доме Холлов снова раздался звонок. Это был друг их семьи, который жил в Брисбене. Он спросил, как давно они видели Саманту, а затем сказал, что не хотел бы их пугать, но в новостях показали сюжет о том, что в Нусе была найдена молодая женщина, на теле которой было две татуировки с именами Майкл и Кори. Именно так звали детей Саманты. Эта новость очень больно ударила по обоим родителям. Они молились, чтобы все это оказалось простым совпадением, но понимали, что вероятность того, что у какой-то другой женщины окажутся такие же татуировки и на тех же местах, что у их дочери, была крошечной. Лин и Малкольм сразу же связались с полицией Нусы. Те попросили родителей приехать в Брисбен, где тогда находилось тело женщины, чтобы провести опознание. Но это было лишь формальностью, поскольку из описания внешности, которые предоставили Холлы, было очевидно, что в парке действительно была найдена их дочь Саманта Боцворд. Лин Холл говорит, что когда она увидела Саманту, единственным ее желанием было обнять ее и согреть, хотя она понимала, что это невозможно, и ее дочери больше нет. Полицейские считали, что Саманта поехала в Нусу, чтобы посетить ночной клуб. Там она познакомилась с каким-то мужчиной, с которым и ушла. Но ее мать Лин была уверена, что это полная чепуха. Случайные связи никогда не интересовали ее дочь, тем более, что в ее жизни был человек, которого она любила. Его звали Скотт. Позже выяснилось, что тот вечер 30 августа Саманта должна была провести именно с ним. После работы она должна была отвезти своих сыновей Майкла и Кори к родителям бывшего мужа, затем поехать домой, чтобы привести себя в порядок, поговорить с родителями, как обычно, по пятницам, и только после этого отправиться в бар на встречу со Скоттом. В бар Саманта так и не пришла. Лин Холл, мать Саманты, отметила одну необычную деталь. На лице Сэм не было ни грамма макияжа, что сразу показалось матери странным. За пару лет до случившегося, ее дочь попала в аварию, которая оставила на ее лице довольно заметный шрам. Саманта очень стеснялась его и всегда тщательно маскировала его, даже если собиралась в магазин за продуктами. По словам Лин, ее дочь никогда бы не вышла из дома без полноценного макияжа, особенно в пятницу вечером. Тогда как Саманта Босфорд оказалась в Нусе в часе езды от дома, без макияжа, но в нарядной одежде, как будто собиралась выйти в свет. Когда стало ясно, что в национальном парке Нусе была найдена 29-летняя Саманта Босфорд, полицейские поехали в дом, где она жила со своими двумя детьми, чтобы осмотреть его. Они вошли внутрь через гараж и сразу же заметили несколько крошечных следов крови, ведущих из гаража в дом. Также они обнаружили похожие следы на ковре в спальне, а еще в столовой, но в последнем случае от пятен пытались избавиться. Преступники часто пытаются тщательно замести все следы, но в данном случае это было сделано очень плохо. Полицейские собрали образцы крови из разных комнат дома Саманты в надежде, что ее убийца поранился и оставил свою ДНК. Спальня выглядела так, как будто именно в ней произошла борьба. А как вы помните, на лице Сэм были следы побоев. На полу спальни полиция нашла фен, и при внимательном рассмотрении на его шнуре также были найдены небольшие следы крови. Правоохранители считали, что именно он стал орудием убийства. Они осмотрели небольшую прачечную, которая также была в доме. Их заинтересовали вещи, которые находились в стиральной машине. Одежда все еще была мокрой. На некоторых предметах одежды также были следы крови, которые не отстирались. Еще в машинке находился красивый кулон, который, как рассказала мать Саманты Лин, был одним из ее любимых украшений. Этот кулон был подарен ее дочери и ее дядей, который жил в Великобритании. И в то время, в 1996 году, такие камни, как на украшении, продавались только в определенной части страны. Поэтому перепутать его с каким-то другим было невозможно. Родители Саманты также рассказали полиции, что с того дня, когда у нее появился этот кулон, она никогда его не снимала, даже чтобы принять душ. А теперь он почему-то лежал в стиральной машине без цепочки. На парадной и гаражной дверях дома Саманты не было никаких следов взлома. Однако полиция отметила, что с одного окна кто-то снял москитную сетку. Еще одной странностью было отсутствие машины Боссворд в гараже. На тот момент полиция не знала, где искать ее автомобиль, ведь на парковке около национального парка его также не было. Тогда каким образом Саманта Боцарт попала в НУСУ в часе езды от ее дома? Была ли она вообще жива, когда оказалась там? Или же она была убита в своем доме, а потом кто-то избавился от тела в национальном парке? Чем дальше продвигалось расследование, тем больше вопросов оно приносило. Полиция получила результаты вскрытия, и оно подтвердило, что причиной смерти Саманты стало удушение. Однако также эксперт нашел на ее теле некоторые ранения, которые должны были вызвать кровотечение. Но одежда женщины почему-то была чистой. У полиции были все основания полагать, что те вещи, в которых она была найдена, были надеты на нее уже после убийства. Другими словами, женщину переодели. Вероятно, местом преступления был дом Саманты Боцвард. Именно поэтому там были найдены следы крови, а также мокрая одежда с отметинами в стиральной машине. Однако оставалось загадкой, как она попала в нусу. В тот же день, когда было найдено тело Саманты, в полицию обратилось несколько ее друзей. Одним из таких был ее бывший муж, Майкл Боцвард. Он сказал, что узнал из новостей об обнаружении женщины с нанесенными на ее тело именами Майкл и Кори и предположил, что это могла быть его бывшая жена. Саманта родила детей именно от Майкла Боцварда. Конечно, полиция не могла не допросить его. Он рассказал, что их отношения длились около 11 лет, но он часто выпивал, а Сэм это не нравилось, и они постоянно ругались. В конце концов, ей это надоело, и она попросила Майкла покинуть ее дом. Когда его спросили, когда примерно они расстались, он ответил, что три или четыре месяца назад. Ему пришлось перевезти свои вещи в маленькую комнату в отеле Mount Pleasant, где Саманта работала. Позже, когда полиция поговорила о Майкле с родителями Саманты, они сказали, что Майкл упустил очень много деталей в своем описании их отношений. Он не просто пил и ругался с женой, он регулярно угрожал убить ее. Также он часто говорил ей, что ее дети могут остаться без матери, а потом добавлял, что убьет и их, и себя, чтобы все четверо могли снова стать счастливой семьей. Причем для этого не нужен был какой-то серьезный повод. Саманте достаточно было сделать что-то, чтобы Майклу не понравилось. Родители были уверены, что ссоры пары не ограничивались только словесными перепалками, но доказательств у них не было. Я уже приводил статистику убийств в начале видео, но хочу добавить, что в случаях, когда женщина убивает их спутники жизни, фактором риска часто является расставание. Это спусковой крючок для жестоких мужчин с повышенным желанием контролировать свою вторую половинку. В период с 2018 по 2019 год в среднем 43% всех женщин, убитых нынешними или бывшими партнерами, расстались с ними или собирались уйти. Как я уже говорил, детективы прекрасно знали, что в первую очередь нужно проверить всех близких, поэтому Майклу Боцворту задали еще несколько вопросов. Во-первых, его спросили, когда он в последний раз видел бывшую жену. Он сказал, что они встретились в пятницу 30 августа в отеле Mount Pleasant, где он временно жил, а она работала. Это произошло где-то в 5 часов вечера. По его словам, они поговорили немного около лестницы, ведущей на второй этаж. Саманта сказала ему, что отвезла детей к его родителям. Майкл спросил бывшую жену, нельзя ли ему приехать к ней домой чуть позже, чтобы принять душ. Примерно за неделю до этого в отеле сломалась система подачи горячей воды. Саманта была не против, поэтому Майкл поднялся наверх в свою комнату, взял чистые вещи, чтобы переодеться, и сначала поехал в дом родителей, чтобы увидеться с детьми. В 6.30 он вышел из дома родителей и направился в магазин, где купил две пачки сигарет марки Long Beach. Его спросили, помнит ли он, во сколько это произошло, и Майкл сказал, было 6.40, нет, 18.44. Детективы спросили, откуда он знает такие подробности, на что Боцварт ответил, что всегда смотрит на время на чеках. Эта привычка появилась у него из-за отсутствия часов, и чтобы понимать, который час, он якобы использовал чеки. Когда Майкл Боцварт вышел из магазина, он собирался поехать в дом бывшей жены, но машина почему-то не завелась. Вероятно, проблема заключалась в клеммах аккумулятора. Тогда он решил позвонить Саманте и попросить ее приехать за ним, на что она согласилась. Вскоре она перезвонила и сказала, что есть небольшая проблема. Она уже вышла из дома, но поняла, что забыла ключи. Таким образом, она не могла попасть обратно. Майкл посоветовал ей попробовать проникнуть в дом не через дверь, а, например, через окно. По его словам, это был последний раз, когда он говорил со своей бывшей женой. Больше она с ним не связывалась. Он подождал ее у магазина некоторое время, а потом решил, что дальше ждать бессмысленно и проще пойти пешком. Когда он подошел к дому Саманты, внутри было темно, а ее машины не было в гараже. Было очевидно, что она уже уехала. Тогда Майклу пришлось возвращаться к своей машине. Она чудом завелась, и он вернулся в мотель, где принял холодный душ, переоделся и спустился в бар, чтобы выпить чего-нибудь горячительного. Майкл Боцвард очень подробно рассказал обо всем, что делал в день убийства его бывшей жены. Настолько подробно, что это показалось детективом странным. Майкл помнил, где находился не просто каждый час того дня, но каждую минуту. Полицейские спросили его, зачем, по его мнению, Саманта могла поехать в Нусу. И он ответил, что не может придумать ни одной причины. Они никогда не ездили туда вместе. Полицейские подозревали, что Майкл Боцвард мог иметь какое-то отношение к убийству Саманты. Поэтому они спросили у него, не против ли он, если они осмотрят его комнату в отеле, а также заберут вещи, в которых он провел 30 августа. Майкл без колебаний согласился на это. Когда полицейские и Боцвард вошли в бар-отеле, уже наступил вечер, и внутри было много посетителей. Судя по всему, у многих уже сложилось мнение относительно того, кто мог быть убитей Саманты. Гимпи – очень маленький город, где все друг друга знают, и где слухи распространяются очень быстро. И большая часть местных жителей была в курсе того, как Майкл обращался со своей бывшей женой, поэтому никто не был ему рад. Одним из посетителей был Скотт Ноулс, мужчина, с которым Саманта тогда встречалась. Он попытался наброситься на Боцварда, но его друзья держали его, пока полицейские и Майкл поднимались по лестнице в его комнату. Скотт, так же как другие местные жители, считал, что убийцей был именно бывший муж Саманты. В комнате полицейские спросили Боцварда, ревновал ли он Саманту, ведь она так быстро переключилась на другого мужчину. Он ответил отрицательно. По его словам, между Сэм и Скоттом были исключительно платонические отношения. Но даже если бы они вступили в полноценные отношения, и Скотт, допустим, переехал к Саманте, он бы отнесся к этому с пониманием. Казалось, Майкл был очень хорошего мнения о новом мужчине своей бывшей возлюбленной. Он не сказал о нем ни одного дурного слова. Полицейские осмотрели комнату Майкла Боцварда, сделали несколько фотографий, а также забрали одежду, в которой он был 30 августа. Эти вещи были выстираны, и все еще сушились на веревке за окном. Детективы обратили внимание на то, с какой легкостью Майкл согласился передать свои вещи полиции. Многие в такой ситуации были бы недовольны, но Боцварда это совершенно не тревожило. Он был готов на все, чтобы подтвердить свою версию событий. Обыскав его комнату, полицейские сопроводили Боцварда в дом его родителей, чтобы избежать драки между ним и Скоттом Нолзом. Они оба были под подозрением, но все же правоохранители больше склонялись к версии, что Саманта была убита ее бывшим мужем. Детективы заметили несколько царапин и мелких порезов на его руках. По словам Майкла, он получил эти неприятные, но мелкие травмы на работе ровно в 12 часов дня в пятницу 30 августа. Когда полицейские попросили его добровольно сдать образец крови, он отказался, но не потому, что ему было что скрывать. Боцвард очень боялся иголок. Тогда детективы спросили, согласен ли он сдать образец слюны, и Майкл согласился. На тот момент у полиции еще не было результатов тестирования материала из-под ногтей Саманты Боцвард. И пока они ждали ответа от лаборатории, они получили информацию об очень важной улике, которая впоследствии поможет им определить, что же на самом деле произошло с Самантой в пятницу вечером 30 августа. В тот же день полицейским сообщили важную новость. Была найдена машина Саманты Боцвард. Оказалось, что она находилась всего в паре километров от ее дома, на парковке местного ночного клуба. На водительском сидении, на полу со стороны водителя и в задней части салона почему-то находились несколько мелких листьев, кусочки коры, цветки какого-то растения и другие предметы растительного происхождения. Снаружи машина также была покрыта растительностью, точнее пыльцой. На номерном знаке эксперты нашли довольно крупный комочек пыльцы. На первый взгляд она была похожа на пыльцу акации. В той части парка, где было найдено тело Саманты, было много таких деревьев. Полиция собрала всю растительность, а также другие улики, например, окурки из пепельницы, в специальные пакеты. Окурки соответствовали той марке сигарет, которую предпочитала Саманта. Лонг Бич. Интересно, что две пачки сигарет именно этой марки Майкл Ботсворт купил в магазине в день убийства. Во время допроса Майкл упоминал, что много раз бывал в машине своей бывшей жены, но никогда не ездил за рулем. Обычно он сидел на переднем пассажирском сидении. Также Майкл передал полиции чек из магазина, о котором говорил ранее, и несколько ключей, принадлежавших его бывшей жене, которые странным образом оказались у него. Он нашел их в своей комнате и считал, что Саманта забыла их вечером в пятницу, когда они виделись. Майкл отметил, что среди этих ключей не было ключа от ее автомобиля, а также еще одного, синего ключа. Он сказал, что не понимает, как она могла оставить их в его комнате, но факт остается фактом, она их забыла. У Ботсворта не было запасных ключей от входной двери ее дома, а у Саманты был ключ от его комнаты. Он считал, что она могла зачем-то заходить к нему и случайно оставила свои вещи. По словам Майкла Ботсворта, это не было странным. Да, они разошлись, но Саманта часто помогала ему убираться в комнате. Также она собирала его грязную одежду и стирала ее, или же просила его принести ее для стирки. Это происходило примерно раз в неделю, и таким образом Майкл экономил немного денег, которые в ином случае пришлось бы потратить, чтобы пользоваться стиральной машиной отеля. Несмотря на то, что любовные отношения между ними не сложились, Саманта все еще хорошо относилась к своему бывшему мужу. Он был отцом ее детей, и она была рада сделать его жизнь немного проще. В воскресенье 1 сентября полицейские обратились к местным жителям через СМИ. Они попросили всех, кто видел ее старую белую Тойоту Короллу в тот вечер обратиться в полицию. У детектива были все основания полагать, что тот, кто убил Саманту Ботсворд, отвез ее в Нуссо на ее же машине, учитывая, сколько полиции было на задней части автомобиля. Полиция организовала небольшой мобильный пункт приема информации недалеко от места обнаружения тела, в надежде, что кто-то вспомнит что-то полезное. Прошло всего два дня с момента убийства, поэтому у них были все шансы найти свидетелей. И действительно, все сложилось очень удачно для полиции. Во-первых, в гимбе нашлось несколько свидетелей, которые видели похожий автомобиль примерно в 7.30 вечера. За рулем был мужчина, а на пассажирском сидении находилась женщина в шляпе. К сожалению, полиции не удалось подтвердить, что свидетели действительно видели машину Саманты Босфорд. Но более интересная и точная информация пришла из НУСы. Водитель грузовика, мистер Хиггинс, утверждал, что видел машину погибшей на дороге. Он был уверен, что это был именно ее автомобиль, поскольку обратил внимание на его номер. В тот пятничный вечер он работал, перевозил груз, и в какой-то момент застрял на дороге за Тойотой с регистрационным номером 299 CQO. Она ехала так медленно, что Хиггинс просто не мог продолжать плестись за ней. Он обогнал ее, но позже, в момент подъема в гору, белая Тойота снова оказалась впереди и снова очень медленно передвигалась. Именно тогда Хиггинс обратил внимание на номерной знак. Он не видел, кто был за рулем универсала и были ли в машине пассажиры, но был уверен, что это была белая Тойота погибшей женщины. Детективы понимали, что тот, кто вел машину у Саманты в тот вечер, специально не оставил ее на парковке парка в НУСе. Он вернулся на ней в Гимпе и припарковал Тойоту около ночного клуба, чтобы увести расследование в сторону теории о походе в ночной клуб, будто бы Саманта встретила своего убийцу там. Главным подозреваемым все еще оставался Майкл Ботсворт, ее бывший муж. Поэтому детективы хотели поговорить со всеми их общими знакомыми и случайными свидетелями, которые могли видеть их обоих в тот день. Именно свидетели могли подтвердить или опровергнуть версию Майкла Ботсворта. И такой свидетель нашелся. Сотрудница отеля Полин Кришчен стала случайной свидетельницей их разговора. По словам Майкла, они просто болтали. Но Полин рассказала, что Сэм и Майкл ссорились. Она не знала, по какому поводу, но такое поведение бывших супругов ее нисколько не удивило. Они ссорились почти всегда, когда встречались в стенах отеля. Если Саманта говорила с другим мужчиной, Майкл обязательно вмешивался в их разговор или просто грубо хватал бывшую жену за руку и уводил. Сотрудница отеля подтвердила слова Майкла о сломанной системе подачи горячей воды. Но наибольший интерес для расследования представляла информация о том, что она заметила утром в субботу, на следующий день после убийства. По ее словам, Майкл попросил ее постирать его вещи. Это сразу показалось ей странным, ведь она знала, что обычно со стиркой его одежды ему помогала его бывшая жена. За те 3-4 месяца, которые он жил в отеле, он ни разу не стирал свои вещи сам. Второй странностью того же дня было то, что Майкл привел своих сыновей в отель и почти весь день они находились внутри. В отеле не было никаких развлечений, кроме бара, а бар – не самое подходящее место для маленьких детей. Обычно в дни, когда Боссард проводил время с детьми, он отвозил их на пляж или в зоопарк, они никогда не оставались в отеле. Поэтому Полин сразу обратила внимание на его необычное поведение. В течение дня Майкл Боцар спрашивал сотрудников отеля и посетителей, не видели ли они его бывшую жену Саманту. Но и это не последняя странность в его поведении. Также он показывал посетителям чек из магазина за 30 августа и просил их объяснить, какое время на нем стоит. Что означает 18.44 в 24-часовом формате времени. Если вы не знаете, то в Австралии используются оба формата и 24-часовой, и 12-часовой. Майкл пытался узнать, когда именно он приобрел две пачки сигарет. Это вызвало детектива два вопроса. Во-первых, если он всегда проявлял время на чеках, вместо того, чтобы смотреть на часы, как он говорил, то почему он до сих пор не был знаком с 24-часовым форматом времени? Во-вторых, какой смысл узнавать время на чеке через несколько часов после того, как была сделана покупка? Версии поведения Майкла Ботсфорта было много необычного. Чек, неожиданное желание постирать свои вещи, машина, как назло, не желающая заводиться. Плюс, Майкл был последним, кто видел Саманту в тот день, и именно у него были ее ключи от дома. Но у детективов не было ничего, что могло бы указывать на то, что он лжет. Его алиби было довольно логично заставлено, что говорило о том, что либо он действительно не имел никакого отношения к убийству бывшей жены, и все эти странности были случайными, либо же именно он убил Саманту Ботсфорд и теперь пытался уйти от наказания. 5 сентября 1996 года в небольшой часовне родные, близкие и просто неравнодушные люди прощались с 29-летней Самантой Ботсфорд. На церемонию пришло более ста человек. Все не хотели отдать дань уважения женщине, которая, в свою очередь, всегда готова была отдать нуждающимся последнее, что у нее было. Эти люди обещали никогда не забывать Саманту. «Ты была так счастлива, а теперь так трагически ушла от нас», сказала мать Саманты Линн Холл, вытирая слезы. «Но твоя любовь и память о тебе всегда будут жить в наших сердцах». Линн и Малкольм Холл, а также Скотт Ноллс, мужчина, с которым Саманта встречалась, были очень разочарованы и злы на полицию, потому что дело не двигалось. У полиции не было веских улик, которые бы позволили им произвести арест. Они не могли облегчить боль присутствующих, сказав им, что нашли того, кто убил Саманту. Прошло всего шесть дней, и полиция все еще не получила результатов тестирования материала, найденного под ногтями погибшей, а также крови из ее дома и растительности из машины. Одной из тех людей, кто пытался помочь полиции в расследовании, была Патриша Келли, женщина, которая раскладывала карты Таро и знала как Майкла, так и Саманту. Она несколько раз делала для них предсказания, и, как ей казалось, у них с Майклом образовалась определенная связь, поэтому, если он действительно убил свою бывшую жену, он мог рассказать ей об этом. Патриша хотела поговорить с Майклом Ботсфортом в парке и была готова помочь детективам получить признание. На нее надели прослушивающее устройство, с помощью которого их разговор был записан. Во время разговора Патриша спросила Майкла, как у него дела. Он ответил, что неплохо, но приходится быть на стороже изо всех тех людей, которые считают его виновным и готовы убить его собственными руками. Тогда Патриша сказала Майклу, что к ней якобы являлась Саманта. Саманта несколько раз сказала, иди и поговори с Майклом. Патриша разложила карты, и расклад выглядел очень плохо для бывшего мужа погибшей. Боцварта это не удивило. Он ответил, что вся ситуация выглядит для него плохо. Патриша пыталась убедить его рассказать ей всю правду. Если Саманта убил он, то он может сказать ей об этом, и она не будет его осуждать. В ответ Майкл продолжал настаивать на своей невиновности. Он сказал, что ответил на все вопросы полиции и дал им все, что они просили, кроме образца крови. Вместо этого он дал им образец своей слюны. Хотя, наверное, это все равно не будет иметь никакого значения, ведь полиция обязательно найдет его ДНК в доме его бывшей жены, ведь он там жил. Майкл был прав. В доме Саманты действительно была найдена его ДНК. Во-первых, на кухонном полотенце, а во-вторых, на полу спальни. Также его ДНК была найдена на одном из пяти окурков, которые лежали в пепельнице на тумбочке. Интересно, что ни один из окурков пепельницы ее Тойоты не содержал его ДНК. Чуть позже полиция наконец-то получила результаты тестирования от судмедэксперта. ДНК бывшего мужа Саманты Босфорд была найдена также под ее ногтями. Очевидно, что такая находка сразу же меняла ход дела, потому что теперь у полиции были улики, которые доказывали, что отношения между Майклом и Самантой были напряженными и произошла драка. Как иначе, ДНК мужчины могла попасть под ногти погибшей. Но этого было мало, чтобы арестовать его за убийство. Важно было также доказать, что Майкл Босфорд побывал не только в доме Саманты, но и в национальном парке Нуса, где было найдено ее тело. Как я говорил, во время допроса Майкл утверждал, что никогда не был в Нусе с Самантой или без нее. Единственным, что могло помочь связать машину с Самантой место, где было оставлено ее тело и ее убийцу, были растения и их пыльца. В то время полинология, наука, изучающая пыльцу и споры, растения, грибов и бактерий, еще ни разу не использовалась в Австралии для раскрытия преступлений. Даже в масштабах всего мира до 1996 года она была использована в криминалистике лишь 9 раз. Я уже рассказывал, чем полинология может быть полезна в криминалистике в одном из своих старых видео, но было бы странно мне рассказать еще раз и отправить вас искать то видео, учитывая, что убийство Саманты Боссард было раскрыто именно благодаря полинологии. Пыльца и споры чрезвычайно малы по размеру, но образуются в огромном количестве и очень устойчивы к разрушению. Это делает их идеальным инструментом для использования в судебно-медицинской экспертизе. Полинологические образцы можно извлечь из самых разных источников. Собрать с одежды, волос или даже из носовой полости. Пыльца очень легко цепляется за разные поверхности, поэтому можно очень легко перенести ее на подошве обуви или одежде. Ткани, веревки и мех это отличные ловушки для пыльцы и спор, так как они состоят из крошечных переплетенных волокон. В криминалистике В криминалистике основное использование этой науки заключается в восстановлении связи между двумя людьми, объектами или местами. Например, можно связать машину с местом преступления, двух жертв между собой или даже два отдельных места происшествия. Точно так же при помощи полинологии можно определить, где было совершено преступление. И для этого случая у меня есть конкретный пример. Впервые полинология была использована в расследовании в 1959 году в Австрии. Во время путешествия по реке Дунай исчез австриец, и его тело найти не удалось. В его убийстве обвинили его друга и бизнес-партнера, однако без тела дело против него было слишком слабым, тем более, что сам он отрицал свою вину. Во время обысков дома подозреваемого была обнаружена пара грязных ботинок, что дало властям новый повод для продолжения расследования. Полиция привлекла к делу Вильгельма Клауса, эксперта из Венского университета. Клаус провел анализ ила, собранного с ботинок, и смог найти в нем пыльцу ели, ивы и ольхи, а также более старую, ископаемую пыльцу, возрастом примерно 20 миллионов лет. В окрестностях Вены была лишь одна небольшая территория, на которой произрастали все эти растения. Когда полиция пришла с этой информацией к обвиняемому, он сознался и даже привел их к месту, где захоронил пропавшего друга. Вильгельм Клаус был абсолютно прав, могила находилась именно там, где он указал. Вернемся к делу Саманты. Когда полиция решила прибегнуть к помощи полинологии, прошло уже три месяца с момента убийства. Тем временем, Лин и Малкольм Холл боролись за право опеки над Майклом и Кори, сыновьями Саманты. Они были уверены, что их дочь лишил жизни ее бывший муж, и никакие слова не были способны убедить их в обратном. Они не хотели, чтобы мальчики жили в одном доме с убийцей их матери. Дело Холлы выиграли. Когда Майкл потерял опеку над детьми, больше ничего не держало его в гимпе. Он собрал свои вещи и переехал в Аделаиду. Родители Саманты считали, что теперь у них не было никаких шансов добиться справедливости. Они могли только надеяться на лучшее. Перед тем, как покинуть Куинзланд, Майкл Ботсворт предпринял последнюю попытку убедить всех в своей невиновности. Он смастерил деревянный крест, выкрасил его в белый цвет, нанес на него дату рождения и смерти Саманты и привязал его к дереву в национальном парке Нуса. Интересно, что он оставил крест довольно далеко от той части парка, где нашли тело Саманты. Видимо, это должно было говорить о том, что он не знал точно, где преступник избавился от ее тела. Незадолго до отъезда Майкла Ботсворта из Гимпи полиция обратилась к Лин Милн, эксперту из университета Западной Австралии. Доктор Милн была полинологом, но ранее она никогда не работала с правоохранителями над раскрытием дел. Этот опыт был новым как для нее, так и для австралийской полиции. Лин Милн должна была выяснить, была ли какая-то связь между Майклом Ботсвортом, машиной Саманты и теми цветущими деревьями и кустарниками, которые полиция видела в национальном парке, где было найдено тело. В конце августа в парке цвело два разных вида акаций. Первый вид акация длиннолистная. Именно она была найдена на задней части автомобиля Саманты, в частности на номерном знаке. Этот же вид был собран пылесосом с коврового покрытия ее Тойоты. Это доказывало, что кто-то приезжал на Тойоте Саманты Ботсворд в национальный парк. Машина точно была недалеко от того места, где нашли тело. Доктор Милн могла уверенно говорить об этом, потому что, по ее словам, акация – не то растение, с порой которого просто летает по воздуху. Они переносятся либо животными, либо насекомыми. Чтобы пыльца попала на машину и в салон, нужен был непосредственный контакт. Водитель задел цветущий кустарник и перенес пыльцу в салон на своей одежде и обуви, оставив следы на водительском сидении и на коврике под ним. Также, вероятно, машина заехала задней частью прямо в цветущий кустарник акации и таким образом собрала пыльцу. Если тело Саманты перевез Майкл Ботсворд, на его одежде должны были остаться следы пыльцы акации длиннолистной. После убийства он постирал все свои вещи, но это не означало, что вся пыльца смылась. В некоторых случаях пыльца способна пережить десятки стирок. Конечно, тогда в ткани будут найдены не тысячи пыльцевых зерен, а всего несколько штук, но этого достаточно, чтобы доказать причастность к убийству. В ту ночь на Ботсворде была одежда из грубой ткани, которую можно назвать настоящей ловушкой для пыльцы. Одна стирка не поможет избавиться от всех прилипших зерен. Доктор Милн нашла несколько пыльцевых зерен акации длиннолистной среди волокон ткани. Это доказывало, что Майкл Ботсворд врал. Он был в национальном парке и, вероятно, именно он убил Саманту. Впервые полиция Австралии удалось связать подозреваемого с убийством при помощи полинологии. Но прежде чем произвести арест, полицейские хотели кое в чем убедиться. Они прошли по тому маршруту, по которому шел Майкл Ботсворд в день убийства Саманты. Как я говорил, по словам Майкла, он шел пешком от машины до ее дома и обратно. Полиция должна была убедиться, что на его пути не было деревьев или кустарников акации, которые он мог задеть. Они обнаружили, что в Гимпе также росла акация, но кустарники и деревья находились далеко от дороги. Плюс в Гимпе произрастала акация другого вида и она цвела в другое время года. Доктор Милн хотела убедиться, что не ошибается. В конце концов, именно ее показания в суде могли отправить человека в тюрьму. На всякий случай она сравнила под микроскопом пыльцевые зерна акации длиннолистной из национального парка и акации, произрастающей в Гимпе. Они были совершенно разными. Милн была права. Когда полиции удалось определить местонахождение Майкла Босфорта, прошло уже 8 месяцев после убийства. Они встретили его на станции техобслуживания в местечке Кристис-Бич в 30 минутах езды от Эделаиды. Майкл явно был удивлен и напуган. Прошло так много времени, что он был убежден, что останется безнаказанным. В среду 23 апреля 1997 года 36-летнему Майклу Босфорту предъявили обвинение в убийстве. Когда детективы везли его обратно в Квинсленд, он сказал, что хочет рассказать им правду. Но поскольку у них не было с собой никаких записывающих устройств, они попросили его подождать, пока они не прибудут в участок. Вечером в тот же день в комнате для допросов полицейского участка Маручи Дора Майкл признался, что на самом деле Саманта забрала его из магазина в тот роковой вечер. В какой-то момент они поругались. Саманта сказала, что Майкл больше не сможет забирать детей на выходные. Ее отец несколько раз видел, как Майкл превышел скорость, когда в машине были дети, подвергая их опасности. Босфорт был в ярости. По его словам, дети были для него всем. И теперь, когда бывшая жена запретила ему с ними видеться, что-то сломалось внутри него. Он набросился на нее и задушил. Но по словам Майкла, он не помнил, как это случилось. Он запаниковал, когда понял, что сделал, и решил скрыть все следы. Майкл заметил, что одежда Саманты была грязной. Очевидно, что она не вышла бы в такое из дома. Поэтому он переодел ее в чистые нарядные вещи, как будто она решила выйти в свет. Он перенес ее тело в ее же машину, посадил ее на переднее сидение и отвез в Нусу. Майкл припарковал машину так, что задняя ее часть оказалась практически в середине куста акации. Он перенес ее тело в заросли и оставил свою бывшую жену на пешеходной дорожке в полной темноте. Затем он вернулся в Гимпе и припарковал Тойоту Саманты около ночного клуба. Детективы были совершенно правы. Он хотел, чтобы все подумали, что Саманта пошла в ночной клуб тем вечером. Конечно, никто не поверил, что Майкл Боссер случайно убил Саманту. Детективы давно заметили, что он был человеком с устойчивой психикой, поэтому они считали, что он принял взвешенное решение убить ее. Они сомневались, что Саманта могла приехать за Майклом к магазину. Как я говорил, ее родители утверждали, что она никогда бы не вышла из дома без макияжа. Вероятно, Боссер сам пришел домой к своей бывшей жене. Она уже успела принять душ, поэтому была не накрашена. Он избил ее и задушил, а затем попытался скрыть все улики. Боссер бросил ее одежду в стиральную машину и попытался отмыть самые заметные пятна на ковре. Несмотря на то, что Боссер признал свою вину ранее, насуденно отказался от своих слов. Однако присяжные видели его насквозь. Доказательства собранной полиции, например, его ДНК, найденная в доме Самантой под ее ногтями, пыльца акации, которая связывала его с местом обнаружения тела и ее машиной, а также его признание, ранее записанное на кассету, убедили их в виновности бывшего мужа Саманты. Он был приговорен к пожизненному заключению. Минимальный период, который Боссер должен был провести в тюрьме, составлял 13 лет. Впервые он мог получить шанс выйти на свободу в 2010-м, но ему отказали. И все же в 2019-м, после того, как Майкл Боссер провел в заключении 21 год, его выпустили. И сейчас он живет где-то в Австралии. Его местонахождение неизвестно, и также неизвестно, живет ли он под своим именем или же сменил его. Чтобы скрыть, что когда-то он убил свою бывшую жену, с которой прожил вместе 11 лет, и которой в этом году могло исполниться всего 56. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok